И проверьте, вот прям уберитесь в том, что в ней нет никаких секретов, что она не тянется там. Проверьте концы, что там нет никаких магнитиков, каких-нибудь секретиков, что-нибудь где-нибудь там, все самое, да, обычное. Если фокусник дает вам что-то проверить, значит это абсолютно обычный предмет, можно даже не тратить время, но тем не менее. Теперь все вопросы по поводу веревочки, вот к ней. Вы проверяли. Наверное, все из вас знают, обычная среднестатистическая веревка имеет два конца и одну середину. Согласитесь, было бы странно, если бы у веревки было, например, три конца и одна середина, да? Я уже не говорю о том, что было бы, если бы у нее было четыре конца и одна середина, это совсем странно. Но тогда можно было бы взять два лишних конца, перетащить их на середину, и мы бы получили две веревки. Пока все понятно вообще? Ладно, давайте помедленнее тогда и сначала. Что будет, если взять концы веревки и убрать их, например, в карман? То пока концы веревки будут в кармане, вот здесь, я ведь никогда не смогу завязать узел, правильно? Потому что концы веревки в кармане. И если я не смогу его здесь завязать, у меня не получится его здесь развязать. А если представить, будто у веревки вообще нет концов. Это получается какая-то бесконечная веревка. Спасибо. Это уже какой-то бред. Ведь концы это вроде как необъемлемая часть. Получается, если их просто повесить на эту веревочку, то тогда, по идее, все встанет на свои места. Спасибо. 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 Спасибо за просмотр.